всем привет сегодня приглашаю вас к просмотру мастер-класса вот такой сорочки на запахе бесконечно можно смотреть на три вещи как течет вода как горит огонь и как работает другой человек всем приятного просмотра сегодня у меня один метр такого потрясающего изумрудного цвета шелк армани камера конечно не в жизнь не поймает этот цвет и я вам хочу сказать что он просто великолепен я за ним специально не ходила я его не покупала точнее покупала давно вчера просто сидела разбирала свой шкаф потянула так за краешек думаю что там такое и просто вытянула так из аналов своего шкафа метр потрясающего шелка причем еще хорошего такого качества не сухой такой плотненький гладкий в общем класс надеюсь у меня все получится поехали я использую выкройку купленную сто лет назад в конструкторском бюро грейсер или грассер не знаю как точно называется это выкройка топа по ней я уже сшила миллион всяких разных этапов и сорочек на ее основе можно очень много всего делать чего вам и рекомендую здесь у меня выкройка сорок четвертого размера скажу сейчас сразу по расходу ткани у меня ушло впритык при ширине 150 на 44 размер ровно впритык то есть если вы больше 46 то я советую брать две длины ткани перевожу выкройку полностью на кальку от верхнего угла вниз отмеряю длину изделия у меня примерно 65 или 70 сантиметров то есть я как бы продляю эту выкройку до нужной мне длины здесь обозначаю середину вот этой точке в сторону на запах 15 или 20 сантиметров смотрите уже по себе теперь соединяю линию выреза с новой точкой которую мы сделали на запах таким образом нас линия выреза просто продлилась и скругляю низ над этой линии я еще поработаю за кадром главное чтобы вы поняли принцип здесь я делаю по линии талии небольшое приталивание примерно на полтора сантиметра я покажу только полочку со спинкой я думаю вы должны разобраться спинке главное совместить боковые швы и длину чтобы длина была одинаковы в выкройки которые я купила и скачала есть еще детали обтачки здесь она у нас короткая до середины груди из-за того что мы продлили запах нужно эту обтачку тоже продлить обрисовывая ее по детали полочки по лекалу полочки обрисовываю немного нижний край по левому краю там где пройдет запах отступаю вниз где-то примерно 7 8 сантиметров и вот таким образом очерчиваю деталь обтачки но с обтачкой спинки я думаю вы также легко разберетесь обязательно на всех деталях отмечаю направление долевой нити а также подписываю все детали чтобы потом в дальнейшем их было удобно хранить краю сложив ткань вдвое даю припуски по низу и по этой детали запаха 2 сантиметра на обработку шва по остальным срезом припусков не даю потому что выкройка сама уже дана с припусками повторюсь что на 44 размер топа у меня ушло ткани впритык один метр с обтачками и с поисками если вы больше сорок шестого либо вы сорок шестой то берите две длины детали обтачки также краю сложив ткань вдвое обязательно учитываю направление долевой нити по нижнему срезу добавляю 1 сантиметр на обработку оверлоком здесь добавляю побольше ткани для того чтобы потом на месте когда уже буду собирать сориентироваться какой-то нужен припуск по верхним срезом припусков не даю потому что готовая выкройка уже сама шла с припусками по итогу у нас две детали переда две обтачки переда одна спинка одна обтачка для спинки две детали пояса по 70 сантиметров шириной примерно по 10 сантиметров все есть ткани нам больше ничего не нужно первое что делаю это закрываю вытачки стачиваю их прямой строчкой с закрепками обязательно все узлы сразу после работы отутюживаю также собираю сразу обе детали пояса третий шаг это стачать детали обтачки две полочки и спинку между собой по боковым швам нижний срез получившиеся длинные детали обрабатываю на верлоке затем стачиваю боковые швы полочки и спинки в правый шов нужно сразу будет втачать пояс обрабатываю края запаха и низ изделия московским швом следующий этап это приметать и втачать обтачку я сразу вкалываю пояс резиночки которые будут являться бретелями примерно по 20-25 сантиметров вы смотрите по себе сейчас на меня деталь сорочки смотрит лицом к ней лицом я прикалываю обтачку по верхнему срезу я еще дополнительно ее приметаю чтобы ничего никуда не ездила ткань стояла ровно на месте теперь нужно пришить обтачку на расстоянии одного сантиметра от края в тех местах где пояс а также бретели нужно сделать закрепки все это вывернуть тщательно очень тщательно отутюжить и проложить отделочную строчку по всему верхнему срезу на расстоянии одного миллиметра от края так ну что давайте повнимательнее рассмотрим здесь значит у меня тоненький тоненький московский шовчик за счет этого так смотрится легко и изящно край низ и бок так здесь у нас это правая половинка полочки здесь у нас поясок выходит из-под обтачки вот так вот выглядит обтачка с обратной стороны раскрываем вот она обтачку я еще прихватываю мелкими стежками боковых швах и на задней стороне вот я прихватила ее мелкими потайными стежками к спинке чтобы она у меня не задиралась не выворачивалась полностью закрыта здесь резиночки внутри так здесь у нас ленты одна лента пришита к боковому шву вторая лента пришита шита в обтачку аналогично поиску здесь все закрыто это у нас левая сторона левая сторона полочки вот она так вот левая сторона полочки ушла в ленточку здесь пришита также в боковом шве ленты далее пояс у меня значит вшит в правую сторону полочки а также вторая часть пояса вшита в правый боковой шов про длину мне пожалуйста ничего не пишите у меня в названии видео не написано платье для родительского собрания поэтому вот так ну что ж я очень довольна просто нереально классно сидит супер сошли себе еще таких парочку вас я благодарю за просмотр желаю вам любви красоты доброты пишите письма оставляйте комментарии будут деньги высылайте всем пока